Девушки отдыхают Приходит ребенок, он сначала выбирает какой-то вид единоборства или спорта. То есть он идет либо на акидоджи, у джицу, фехтование, стрельбу из лука, карате или стрельбу из арбалета. А потом, после этого, он остается на робототехнику или основу программирования, веб-дизайна, 3D-моделирования. И в итоге в одном центре он получает полностью образование. Центр посещает более 300 ребят. С некоторыми из них нам удалось пообщаться. На момент приезда нашей съемочной группы в зале робототехники кипела бурная деятельность. Ученики собирали сложные механизмы. Заметно, что эти занятия помогают детям не только провести время, но и определиться с профессией. 12-летний Саша Анисимов очень любит работать с техникой и мечтает стать военным инженером. Мне нравится роботехника, потому что здесь много интересного. К примеру, можно собирать разную технику на радиоуправлении. Или можно собирать разных роботов. Или же можно заняться программированием. Развивается не только интеллектуально, но и физически. Как сказано ранее, в этом центре есть секция боевых искусств. Ее посещают более 200 ребят. Некоторые из них интенсивно готовятся к соревнованиям. Я поеду на соревнования в Москву. Я прихожу три раза в неделю, час тренируюсь. Каждый день отрабатывают новые упражнения. В образовательном центре будут открываться и новые направления. Наталья Денисова планирует ввести образовательные программы для детей с проблемами здоровья. И Наталья, и остальные дамы-предприниматели скоро расскажут о планах подробнее. В марте состоится ежегодный форум деловых женщин, на котором наши землячки представят свои бизнес-проекты. Корпорация развития ведет подсчет потенциальных бизнес-вумен. 4,5 тысячи мам в декрете и домохозяек могут открыть свое дело и чувствовать себя уютно не только дома, но и в деловом мире. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.